добрый день друзья мне подарили цикламен как можно вот такую красоту вдруг просто оставить чтобы она завяла и как бы не осталось следа поэтому я начала подсушивать вот эти цветы которые увидать начинают некоторые подсушила естественным образом вот тут на подокончике складывала они подсыхали некоторые я подсушила в книге получилось у меня как бы весьма такой цвет знаете насыщенный и покажу сейчас что я решила этот раз вот это цветочки которые подсохли просто на подоконнике я их оставила в тени и они вот так подсохли ну их можно использовать для открытых картин но сегодня я хочу под стеклом значит сделать картину вот этот цикламен которые подсохли у меня как гербари кстати вот это растение я все-таки нашла в интернете которая вот таким образом цветет такими колокольчиками это оказывается кампсис такая ли она тоже я сушила в как гербари и сушила естественным образом ну вот как гербари и они выглядят вот таким образом да они подсушены так и имеет такой вид плоский очень у меня были гибискусы кстати смотрите разрушаются листики это конечно же нужно будет выбросить но в основном от розы листики хорошо подсыхают как гербари вот это у меня было значит роза замечательная такой гибискус я его правда подарила мне сейчас нет такой розочки у меня осталось вот эта роза которая цветет таким знаете светло оранжевыми цветами красивыми ну возможно тоже еще сделаем картину с ней много насушила буду постепенно как бы что-то делать такие композиции или картины но честно скажу но вот такие сложные вещи как-то еще я пока не настроилась поэтому сегодня такую небольшую тоже картину сделала покажу вам что использовала мне подарили когда-то рамку и вот она у меня лежала несколько лет буквально знаете как то не знаю не могла и не придумать куда иск использовала сюда кибискус бортовый такой полоски у меня были от обычной травы да даже не знаю что это да трава такая вот наш цикламен кампсис и вот это орхидея хидея это у меня тоже в книжечке лежала очень давно у меня была такая лимонного цвета красиво орхидея очень хорошо цвела но что-то случилось как-то я не смогла ее надолго сохранить вот и сейчас у меня вот получилась вот такая композиция решила что листик должен быть сверху здесь они лепесток от цветочка вот так поменяла чуть-чуть наш не вид что я использовала еще значит покажу вам значит у рамки была такая здесь нужна картонка я на нее приклеила вот такой лист бумаги которые когда-то тоже упаковочные цветов тоже уже показывала что обычно оставляют такие листики можно использовать вот эту сторону было почему-то решила более такую сильно такую яркую она конечно тоже блестит но не всегда только когда на него падает цвет очень сильно а вот и я приклеила обычным клеем павла так я значит его подготовила здесь и обычным клеем павла я эти цветочки все постепенно собираю в композицию приклеила так что еще мы будем использовать сверху будет у нас стекло и сейчас я покажу что у нас получается можно знаете что можно клеем павла все это покрыть затем покрыть еще лаком акриловым матовым и эта картина очень будет долговечна она не будет выгорать ну не знаю я пока не рискую так делать во первых мне не хочется вот этот сейчас весь как бы цвет натуральный заливать клеем почему-то потому что цвета хорошие такие насыщенные никогда не пробовал так делать когда-то может рискну но как показывают мастер-классы обычно еще как бы покрывают здесь все это клеем и чтобы не желтел клей павла сверху еще крила в маком но честно скажу не люблю все усложнять люблю простые какие-то вещи как-то вот есть желание есть настроение что-то такое сделать я быстренько как-то это все собираю и потом любуюсь вот поэтому сделаем сегодня обычным образом сейчас я закрою покажу что у меня получилось окончательно это основа на которой как бы будет потом стоять наша картина держаться сюда конечно все это укладываем сейчас закрываем стекло все это помещаем рамочку и прижимаем затем как друзья когда вот цветочки плоские их можно но в некоторых случаях я их даже не прикрепляют лимпова но в этом случае прикрепила чтобы они не смещались вот так мы сейчас закрепим ну вот друзья такая получилась сегодня у нас картина стекло конечно всегда отсвечивает берет на себя какой-то свет ну желательно ее разместить так чтобы она не была под прямыми солнечными лучами она конечно не будет выгорать и какое-то время нас будет радовать затем у нас будет с вами возможность заменить все эти цветы на те которые мы за это время подготовим вот друзья еще один маленький такой сюжет для творчества есть у вас желание возможность можно что-то такое приятное опять сделать еще покажу вам что я подсушила вот когда мне дарили тоже букетик я просто собрала и подсушила хризантемки такие видите и там были очень красивые листики я не знаю как называется это растение здесь они такие какие-то пепельно-зеленого цвета очень красивые вот такой еще получился у меня маленький букет тоже который у меня стоит и тоже меня радует вот такие две композиции сегодня у нас с вами отсвечивает ну вот так в интерьере может как бы смотреться наша композиция картина получилось вот таким образом так что творите всем желаю всего доброго вот так сейчас выглядит этот уголок мы в котором я последнее время какие-то создавала композиции кто помнит кто смотрел вот так сейчас выглядит этот уголок который меня каждый день радует мне приятно очень как-то смотреть на все это потому что пасмурную погоду дождливо хочется каких-то ярких красок все время друзья кто следит еще за тем что я показываю как бы на своем канале снимаю какие видео те помнят что я пыталась укоренить рот и вот первая попытка была неудачной потому что я как бы не учила многие там моменты вторая попытка вот смотрите не закончилась вернее еще не закончилась но на сегодняшний момент выглядит вот так значит черенки пустили росточки каждый черенок вот имеет побег небольшой поэтому даже знаете вот не сыграла роль то что я срезала эти веточки во время заморозков были заморозки уже минус 8 и я срезала не что один стебель розы и стала укоренять просто как бы без коренителей без каких-то дополнительных средств здесь действительно как бы ничего такого нет единственное здесь есть как бы кожура от бананов которые якобы в грунт помещала перед этим все как бы я полила буквально и ничем больше не подкармливала а нет потом я правда через несколько дней подкормила еще настойка которая настаивала тоже кожуру от бананов заливала водой через сутки двое наверное я полила ну вот получилось видите меня сегодня вот так на этом все друзья всем всего доброго хорошего настроения несмотря на может быть пасмурную погоду будем ждать весну уже январь скоро будут у нас как бы другие занятия работы а пока есть время для рукоделия всем всего доброго для творчества то есть всем всего доброго до свидания